Тревогу в этом году не видан и всплеск инфекционных заболеваний. Особенно им подвержены дети. В чем причина разбиралась с Кирмата Бальчуты? Маленькая Элза в больнице лежит вот уже почти неделю. У нее ротовирус. Сразу после малышки с тем же диагнозом слегла и мама. Так что в больнице за девочкой присматривает папа. Он вычислил как минимум три источника заражения. Ключи, мобильный телефон и супермаркет. Впредь молодой отец будет осторожнее. Уже, наверное, в магазинах, например, в колясках можно ребенка садить. Не будем, наверное, это делать. Лучше на руках или с своей коляской. Ну, с ребенком. Если надо будет, специально в магазин идти. Но, наверное, меньше тоже такие наши вещи. Ну, как кошелек. Такие будем давать или вообще не давать. Эпидемиологи бьют тревогу. За полгода кишечными инфекциями переболели 4 тысячи жителей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Врачи такую вспышку объясняют просто. Несоблюдение норм гигиены. Ведь кишечные расстройства – это болезни грязных рук. Мы решили провести своего рода следственный эксперимент и обратились к людям с очень простым вопросом. А моете ли вы руки перед едой? Извините, пожалуйста. А вы руки перед едой моете? Мозгарь. В этом плане я очень чисто плотный. Всегда мою руки, когда кушаю, когда прихожу с улицы. Я всегда с собой мыло в кармане ношу. В одном кармане мыло, в другом кармане спирт. Второй бич этого года – чесотка. Заболели 640 человек. Это на 80% больше, чем обычно. Возбудитель чесотки – это крохотный клещ. От человека к человеку он передается только при очень близком контакте. Наиболее распространена чесотка у девочек от 16 до 18 лет. И у мальчиков, у юношей от 17 до 20 примерно лет. Это связано также с тем, что имеет фактор сексуально-трансмиссивного распространения. Чаще всего инфекции вспыхивают в детских садах и школах. Дети общаются, обмениваются игрушками, а заодно и вирусами. Эпидемиологи обещают усилить контроль за детьми. В детских коллективах, в группах или в классах должны тоже соблюдаться достаточно строго. И уборка, и гигиена, а также очень важно смотреть, не принимаются ли больные дети в учреждения. Очень часто при расследовании вспышек мы видим, что и больные дети приводятся в детское учреждение с поносом. И, конечно же, это напрямую влияет на распространение инфекции в группах. Есть в черном списке и взрослые болезни. Хламидиозом заболели 690 человек. Это в три раза больше, чем в среднем в предыдущие пять лет. Увеличились и случаи гонореи. В этом году пациентов с таким диагнозом наполовину больше, чем в прошлом. 212 человек. По словам Перевозчикова, жители экономят на врачах. Не лечатся, а значит, заражают других людей.